Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер, уважаемые друзья! Сегодня, в этот скорбный день, мы будем говорить о еще скорбных действиях. О геноциде Грузии против осетинского народа, который, можно сказать, с 2020 года происходит на территории Южной Осетии до 2008 года. Я бы хотел для начала представить слово Коста Георгиевичу Цзугаеву. Пожалуйста. Спасибо. Безусловно, наша сегодняшняя дата – одна из ключевых новейших историй Южных Осетин, но и в целом в истории Южных Осетин, начиная, я бы сказал, с 1801 года. Дело в том, что с приходом и установлением России на Кавказе, судьба Осетии сложилась весьма зигзагообразно. Мы сегодня имеем очень большой массив исторических документов, в том числе документов архивных, которые очень хорошо это все отображают. Сегодня в этом смысле мы беседуем практически на злобу дня, можно сказать, потому что у всех у нас на слуху выступление президента России Путина, который впервые на высшем уровне поименовал то, что происходило в 1920 году, тем, чем оно и было, то есть геноцидом. Хотя сам термин появился в 1944 году, об этом здесь, наверное, будут коллеги еще говорить. Вот в этом смысле мне представляется так, что методологически наш сегодняшний разговор целесообразно построить так, что основной темой, если у нас и 1920 год берется за основу, то, тем не менее, мне представляется, что речь должна вестись о политической практике геноцида в отношении осетин. То есть это речь идет, вот в данном случае, если мы берем период с 1920 года, то речь идет о проявлениях этой геноцидной политики, которые были неоднократны. И разговаривая о 1920 году, мне представляется, что мы никак не имеем права обходить молчанием 1925 год, 1937 год, историю группы разженат, значит, новейшую нашу, конечно же, историю попытки уничтожения Южной Осетии как этно-территориальной родины осетин в 1991-2002 году, в 2004-2008 году. Вот мне представляется, вот эта целостная картина, она является выражением той политической практики геноцида, которая осуществлялась на протяжении жизни многих поколений в отношении осетин со стороны грузинского, подчеркиваю, государства. Это не были какие-то отдельные личностные, там, местнические проявления, это была целенаправленная политика. Спасибо большое. Пожалуйста, Роберт Петрович. Я бы все же предложил составлять о 1920 году и событиях, связанных с ним, потому что, если мы будем, скажу так, если допростить сам мне это слово, разбавлять это событие другими событиями, оно как-то вот теряет свою концентрацию. А нам надо понимать, что именно геноцид 1920 года и неспроста Владимир Владимирович Путин обратил внимание именно на эти события. Это нам дает какое-то, вернее, конкретное основание доказывать, что нам и раньше не было возможно жить с Грузией. И тем более любые разговоры о возможных перспективах примирения с этим государством беспочвенны. Я отмечу то, что в отличие от событий последующего периода, новейшей истории, на Западе отношение к геноциду 1920 года более конкретное. Об этом, в частности, сказал посол Франции в Грузии Фурне, когда ему в укор поставили такую двойную политику французского руководства, он сказал, что прежде чем искать виновных на стороне, нужно пока посмотреть в самой Грузии. И привел именно пример геноцида 1920 года. Это вызвало неприятие в грузинском обществе, но тем не менее мы должны согласиться, что в отношении геноцида 1922 года на Западе в основном в своем единомыслии. Поэтому я считаю, что при том, что нужно рассматривать это все в развитии, мы должны все же концентрироваться именно на 1920 году. Спасибо большое. Пожалуйста, Куста Петрович, ваше мнение. Если вам интересно мое мнение в отношении обсуждаемого вопроса, что мы будем обсуждать, я бы сказал так, что при всем при том, что Куста Георгиевич отметил, это безусловно одно звено непрерывной цепи проявления преступлений, которые смело можно отнести по признакам, утвержденным в соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи и Организации Объемных Наций от 9 декабря 1948 года, они вполне подпадают под квалификацию их как преступления геноцида. Тем не менее, поскольку, как Роберт Петрович отметил, ссылаясь на известное интервью, недавнее интервью Владимира Владимировича, он акцентировал внимание именно, причем проявил блестяше знание предмета истории. И это особенно подкупило, он-то обращает внимание в связи с предстоящим столетием на геноцид 2020 года. Поэтому я полагаю, что сегодня при прочих, всех прочих условиях, мы, наверное, все-таки должны основное внимание уделить проблеме геноцида 2020 года. Мы-то, выйдя на улицу, спросите любого, он скажет, твое, да, геноцид был. Ну а что такое геноцид, не до конца каждый понимает. Не сможет каждый, далеко не каждый, дать ему объяснение, ну, политическое, правовое, теоретическое и так далее. Поэтому я думаю, что сегодня мы этому тоже как-то должны уделить внимание, прежде чем мы можем или будем требовать от других стран признания геноцида Вижна Хастин 2020 года. Поэтому я полагаю, что нам, дай Бог, осветить хотя бы какое-то энное количество возникающих вопросов по геноциду 2020 года. Я думаю, что телезрителям это тоже будет интересно услышать. Спасибо большое. Пожалуйста, Алиан Юрьевич. Спасибо. Мы в первую очередь должны осознать, что идеология грузинского фашизма, она появилась не сегодня, не в час, не сейчас, даже не в 2020 году. Она формировалась под воздействием деспотий, воздушных восточных держав, под мютом которых находилась сама Грузия. Грузия как государство, оно могло существовать только в условиях стальных обучей другого, под патронажем другого игрока, сильного игрока, будь то Россия, до России Персия, до Персии Турция, до них опять же Аланы, которые фактически были собирателями, Давид Суслан был собирателем земель грузинских, и на те земли, которые завоевал Давид Суслан, они сейчас опять не дают. Но мы должны, когда сегодня говорим о 2020-х годах, я согласен с нашими, с моими друзьями, коллегами, в том, что мы сегодня должны акцентировать именно на событиях 2020 года. Почему 2020 года? Потому что квалификация действий грузинского правительства в то время в отношении осетинского народа четко попадает под определение геноцидов. Южные Осетины всегда были для грузинского фашизма элементом раздражения. Элементом раздражения, и это прослеживается в веках. Мы можем даже заглянуть в XIV век, когда Осетия пала под ударами, окончательно пала под ударами Тимур-Ленга, Баграт IV, грузинский царь, который принял мусульманство, он просил у Тимур-Ленга войск для того, чтобы привести в мусульманство осетин и прочих горских народов. То, что происходило в 20-х годах, здесь правильно отметили, что есть достаточно документальных архивных свидетельств, которые прямо указывают на то, что в отношении осетинского народа был в 20-м году совершен именно геноцид. В 2009 году у нас здесь в Схимвале вышла книга Бзарова Руслана Сулеймановича, доктора исторических наук. В этой книге приведены документы и материалы, документы и материалы, которые касаются именно этого промежутка времени. И здесь есть очень интересные вещи, сказаны очень интересные выдержки, которые показывают, что фактически с тех пор, по настоящее время, идеология грузинского фашизма и отношение его к нашему народу, она не изменилась. Газета «Коммунист», я вам приведу выдержку из газеты «Коммунист» 13 июня 1920 года в отношении меньшевистского правительства. Свою политику, я цитирую, «Свою политику в отношении Юга Осетии меньшевики оправдывают следующими аргументами. Самоопределение Юга Осетии означает выступление против независимости Грузии». Мы сегодня слышим, что территориальная целостность Грузии, она нерушима и так далее. Второе. Вооруженное восстание Юга Осетии против Грузинской республики это нарушение мирного договора с Россией. То же самое, что происходит. Россия оккупировала эти территории, никто не говорит о том, что Грузия напала, допустим, в 2009 году на граждан Южной Осетии, на Южную Осетию, на миротворцев. И, опять же, третье. Движение осетин – это движение отсталого уголка, движение средних веков против демократии нового времени. Чем является демократическая республика Грузии? Это те основания, обоснования грузинского правительства в 20-х годах. То есть, то, что мы видим на сегодняшний день в отношении грузинского правительства, в отношении нашего народа, их позиция, она не меняется с 20-х годов. События 20-го года не обошли фактически ни одну нашу семью. В 20-м году у моего деда была другая супруга из фамилии Шошевых. И она, находясь в состоянии положения, находилась у своих родителей. И пришли, и они хотели издеваться над женщиной, она взяла в руки топор и ее застрелили. И после этого дед мой спустя годы привел новую супругу, он женился, и благодаря потом уж появились и мы. То есть, я говорю о том, что вот эта трагедия, она отразилась на всей судьбе народа Южной Осетии. В Северной Осетии появились целые села, огромные села, да, беженцев, которые остались уже после этого геноцида и проживают на территории Северной Осетии. Спасибо. Я солидарна с мнением, которое прозвучало от Роберта Петрович. Надо более сконцентрировать внимание на событиях 1920 года. Но с таким дополнением нельзя их отрывать от общей цепи. Все равно отцелы, правильно заметил Коста Георгиевич, к 1924-1936 году будут. Потому что действительно они являлись последствиями вот этого года. Но само понятие геноцид именно применимо к 1920 году. Почему? По правовым, по моральным, по человеческим жертвам. И мне, как историку кажется, что большее внимание с нашей стороны должно уделяться именно вот этой стороны вопроса. В чем отличие вот этого года от остального времени? Мы знаем, что была национально-освободительная борьба. За свободу боролась вся Осетия. Но, к сожалению, как показало время, вот большие потери и больше след вот эта борьба оставила именно на южной части Осетии, то есть на нас. Такого масштаба потерь у Осетии не было в остальное, в остальной период времени. И то, что вот само обозначение слова геноцид, я как историк считаю, что надо дополнить такими понятиями, как и экоцид, потому что в чистом виде геноцида быть не может. Да, последствия остались. Последствия, которые не могли разрешить до 2008 года. Это тоже составная часть, вытекающая из этого вопроса. Но у нас есть и материал, имеется достаточно архивный, документальный, чтобы подтвердить этот статус, обосновать и выдать уже в более масштабном варианте, через монографии, через документы, через публикации. И обратить внимание общественности тех стран, которые до сих пор не были знакомы с этим вопросом, вот через наш материал, посредством вот круглых столов, эфиров, опять-таки монографии, статей. Благо материал есть, последствия есть, так что надо работать. Спасибо большое. Ирина Юрьевна. Важная тема. Несомненно. И то, что на нее вновь обратили внимание, надеюсь, теперь это будет системно, и работа будет очень скрупулезная вестись. Это все хорошо. Теперь, что касается конкретики, вот какой период взять за основу. Ну, ясно, что 20-е годы. Совершенно очевидно. Но все-таки я считаю, что необходимо, прямо по любой мельчайшей детали, начать отслеживание рождения геноцидного государства Грузии с самого начала. Как вот правильно отметил Куста. С неба же не свалилась эта Грузия. То есть, все это рождалось, выпестывалось, это все оформлялось, сформировалось и так далее, и тому подобное. И надо показать вот это, так сказать, вот это рождение этого государства, в котором уже все это заложено. Ведь это неспроста. Значит, вы посмотрите, 20-й год. Я со всеми согласна. Все, что сказали по 20-му году, что тут говорить. Я единственное, что не согласна, что материала много. Мне кажется, что здесь как раз таки работа очень большая предстоит. И здесь на самом деле много сложностей. И я даже хочу привести, вот вы посмотрите, мы все являемся свидетелями того, как много работает Армения, ее диаспоры, по признанию своего геноцида. И да, успешная идет работа. Но, во-первых, она недавно только стала такой, особо успешной. Мне даже кажется, что это все-таки где-то геополитические моменты тоже подыграли. Но там у нее, посмотрите, какая мощнейшая диаспоры, какие есть у Армении. Какие мощнейшие. В финансовом смысле, влияние политическом и так далее. И все у них было достаточно непросто. Все было достаточно непросто. Поэтому как раз таки легко нам не будет. Но от того, что трудно будет, от этого не означает, что эту работу не надо вести. Ее, несомненно, надо довести с самого начала, с 14 века даже. Пусть будет, вот как Амиран сказал, неважно, ни одна деталь не должна быть упущена. Ни одна деталь. Конечно, концентрироваться на 20-м, потому что так уж получилось, что геополитическая ситуация в 20-е годы позволила Грузии сделать то, что она сделала. В 2008 году она также была готова к такой же тотальному. Собственно, она это и делала. Но немножко ситуация была другая. И ей и так много удалось. Тем не менее, здесь уже несколько, так сказать, другие. В любом случае, эта работа должна вестись, ее надо проводить. И просто единственное, что это должно быть системно. Система. Спасибо большое. Я хотел бы обратить внимание, что в 2007 году парламентом Республики Южная Осетия было признание, то есть, было постановление такое, что признать события в 18-20-х годах национально-освободительной борьбой народа Южной Осетии и признать действие руководства демократической, в скобках, Грузии против российского народа в 1920-м году геноцидом. То есть, это было. И сегодня вот вопрос, который возникает, что сегодня из уст руководства и президента Российской Федерации прозвучало о том, что это был геноцид на самом деле, то здесь я хочу все-таки поддержать линию Коста Георгиевича Дзукаева, которая говорит о том, что именно вот после этого пошло еще и вот эти все годы. Как мы можем оценить даже те события, когда алфавит перевели как бы на грузинский шрифт? Это есть, там какое-то видение геноцидов, вот в этом плане тоже. Ну, вот армяне называют такого рода геноцид белым геноцидом. Мы скрыты. Или скрытым геноцидом, да, вот в этом плане. Ну, то армян, я считал... Куста Петрович использует термин «мягкий геноцид» в своих работах, где не только языки, но и вот экономическое подавление. Да. Другие формы тоже, так сказать, проявлены. То есть, практически под геноцидом принимаются следующие действия, совершенные с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Это, первое, убийство членов такой группы. Второе, причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членов такой группы. Третье, предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые предполагают ее полное или частичное физическое уничтожение. И вот к чему я веду в этом плане. Разделение Осетии на две части. Акт геноцида, безусловно. Да. И дальнейшее вот даже проявление тех патриотических чувств, когда хотели вернуть осетинский язык, как говорится, в осетинские школы, создать вот эти условия, когда их начали преследовать. То, что Куста сказал об этих людях. И уже говоря о 90-х годах, почему мы должны не признавать вот эти действия, когда, вы меня извините, жуткие вещи, когда их просто паяльными лампами уничтожали, заваривали в этих самых трубах. Какие еще действия, которые, ну, непонятно, что не подлежат они этим действиям? Нет, подлежат, несомненно. Вот в этом плане. И подчастично вот это все собрать. Да, понятно, что именно где-то до 20-ти процентов тогда в 20-м году было уничтожено население осетин, именно, конкретно осетин, с учетом того, чтобы их просто изгнать или уничтожить отсюда, из Южной Осетии. Но все-таки ваше мнение, вот поэтому я бы хотел, вот на что конкретно не то, что акцентировать внимание, а вот сегодня в реалиях того, что если у нас 100-летие геноцида, вот, или 20-й год, или мы же все берем, потому что я к чему говорю, что сегодня даже президент Республики Южная Осетия, он заявил об этом, что именно речь идет о том, что мы будем привязывать геноциду 20-го года в 2008-й год тоже. Правильно? Конечно. Да, он об этом заявил. То есть, и он спрашивает, такая вот реплика у него, многие спрашивают, геноцид, сколько должно погибнуть население, чтобы считать это геноцидом? Для нас 500 погибших человек по количеству населения, это уже геноцид. Это те народы, которые имеют 10-20 миллионов, для них это может быть ничего, но для такого маленького этноса, как Осетины 500 человек, это как раз и есть геноцид. А само «Чистое поле» назвали. Я привожу тебе вот фразы Анатолия Ильича Бибилова, который сегодня в РИА Новости давал в своем интервью. «Чистое поле» есть умысел геноцид осетинского народа. То есть, речь идет об этом. Пожалуйста. Спасибо. Амиран сказал очень важную вещь, о том, что это ведь живая память. В каждой семье люди могут вспомнить конкретику по 1920 году. Разумеется, есть эта конкретика и в нашей семье тоже. Моему отцу было 9 лет, когда они бежали через Зумахский перевал, спасаясь от уничтожения вот этими вот так называемыми гвардейцами грузинскими. Он очень хорошо помнил эти события. Значит, двоюродный мой дед Габила Зугаев был пулеметчиком, который по приказу Матхе Санакоева прикрывал отход беженцев через реку в районе Джавли. И десятки тысяч людей успели перейти. Он отстреливался буквально последними пулеметными лентами. И, будучи физически очень сильным человеком, потом взвалил этот Максим себе на плечи и с ним отошел, так сказать, последним арьергардом. То есть, фактически, Осетия помнит об этом геноциде. То есть, мы с вами здесь собравшись, это практически дети и внуки тех людей, которые прошли через это. Совершенно верно. И остались живы. И в этом смысле я бы вот призвал действительно провести очень большую, упорную, серьезную работу все-таки по фиксации вот этих все еще сохраняющихся живых свидетельств, памяти. Вот работая над вот этим периодом, первая моя монография по периоду 17-го, 21-го годов, они все три были презентованы вот последнее по 36-м году недавно. Вот здесь я упоминаю о событиях так называемых вот европских лесах. Единственное упоминание об этом находится в телеграмме, которую погибающая Южная Осетия послала в Москву, что нас уничтожают и спасите нас. Им же даже патронов не давали. И вот это упоминание я поспрашивал людей, кого смог. Там оказывается до 15 тысяч человек было окружено грузинскими карателями и судьба этих людей абсолютно неизвестна. То есть заведомо ясно, что они были уничтожены. Но в сводках, как статистика, они не проходят. У нас официальная цифра, как вы знаете, около 5 тысяч человек убитыми непосредственно. Вот в этом смысле правда в документе, который отработан у вас в парламенте указывается значит такой как бы рамочная цифра от 5 до 20, да, если я правильно помню, тысяч. Вот это правильно, мне кажется, позиция. И она должна получать свое дальнейшее подтверждение документально. Потому что вот эта трагедия тех, кто спасался, пытался спастись в евросских лесах, она осталась неотраженной в литературе. Сегодня наш долг и моральный, и политический, и какой угодно вспомнить обо всех, кто тогда погиб, обо всех, кто перенес тогда эти тяготы лишения. И ведь действительно правильно говорят, что грузинская власть тогда добилась поставленной цели. Южная Осетия была уничтожена до состояния чистого поля. То есть она была ликвидирована именно как территориальная родина Южных Осетий. Ее восстановление это уже другой вопрос, который может быть мы тоже будем обсуждать. И кроме того, мне хотелось это предложение все же внести. Сегодня мы в основном сосредоточимся на 2020 годе, потому что 100-летний юбилей на носу Путин высказался. Но может быть все же мы не одним этим круглым столом ограничимся, а будем еще дальше эту тему обсуждать и тогда уже другие ключевые события и даты тоже будут обсуждены. Пожалуйста, Рак Петрович. Я хочу отметить главное в этом деле событиях 1922 года это составление документов. Документ, который может быть представлен международному сообществу. Тут не должны быть эмоции. Тут должен быть юридический выверенный документ по пунктам. Не столько юридический, а юридический. Что такое геноцид? Каждый пункт должен подтверждаться конкретными событиями 2020 года. Если мы будем привязывать другие события, опять-таки будет размываться. мы можем говорить о разделении Осетии, язык, но геноцид это все же более конкретный там. Мы же не можем говорить о 17 геноцидах или 10 геноцидах. Есть попытка, да, такая у наших некоторых представителей. Таким образом, как бы говоря о многих геноцидах, мы как бы увеличим эмоциональную составляющую, но фактологическую мы размываем опять-таки вот эти события. поэтому я сейчас не знаю, парламент в своем обращении предложил какую-то документальную справку или это было просто обращение, просто им признать. Вот я не могу это узнать, вот если это возможно, пускай представитель парламента потом расскажет, но опять-таки говорю, что главное для нас опять-таки составить документ, который мы можем представить во всех международных инстанциях, вплоть до ООН и разных этих, но они должны быть выверены и подтверждаться всеми юридическими положениями соответствия геноциду. Вот это для меня самое главное. Пожалуйста, Аниран. Спасибо. Ну, отвечая на вопрос, хотелось бы отметить, что парламентом Республики Южная Осетия в 2006 году, в апреле 2006 года, были приняты правовые акты по даче политической оценки событиям 1918-1920 годов. Была принята декларация о геноциде осетинского народа, тогда же, да, и было принято обращение ко всем демократическим странам признать геноцид осетинского народа. И тогда тоже соответствующее обращение, и в том числе в Государственном Думе Российской Федерации, федеральное собрание, они были направлены. Вместе с прилагающими документами, о чем вы говорите сейчас. Мы на самом деле осуждение геноцида, наказание геноцида, оно является глобальной мировой проблемой. В свое время Генеральная Ассамблея ООН приняло соответствующую резолюцию по осуждению и наказанию преступления геноцида и лиц к нему причастных. И мы должны поймать одну вещь. Правильно, она с точки зрения юридической практики находит свое отражение. И что я имею в виду? Когда преступление не наказано, тем самым создаются условия для его повторного совершения. А учитывая вот эту геноцидную силу грузинского общества, я не говорю о грузинском элитах, вне зависимости от политических или духовных элитах, в них присутствует испокон веков присутствует геноцидная сила в отношении нашего народа. И эта геноцидная сила находила возможности для скажем тихого геноцида в 30-х годах. Далее в 90-х годах что мы видели. Опять же та же самая фактически повторение той же самой ситуации это развал Российской империи. Грузия опять же под руководством под меняет хозяина скажем так и опирается уже на западные страны. В 20-х годах это были германские войска. Я извиняюсь, в 18-м году, когда Мишевицкое правительство Грузии провозгласило свою независимость, первым его кто признал Германия и сразу же ввела свои оккупационные войска. После поражения Германии в Первой мировой войне они были заменены войсками Англии. И в то время, когда это все проходило, грузинская армия была вооружена германскими, сперва германскими, а потом английскими войсками. Вплоть до мулов. Вплоть до мулов. Это вооружение, артиллерия, это и снаряжение, это и стрелковое оружие, да, это было все западного образца. Даже мулы, которые таскали грузы, да, они в своих источниках, да, они говорят, что эти мулы, они прекрасны, да, английские мулы. К чему я говорю? История повторяется. Сегодня, опять же, мы видим, что стоящие за Грузией, за Грузией, страны Запада, они подталкивали, подталкивали, да, Грузию к развязыванию, опять же, войны, подталкивали Грузию к развязыванию войны. В 91-92-х годах они его тогда не осуждали. Помним, мы тогда, Грузия, вся, весь Запад стоял, объявил, объявил нацистское руководство Зведы Гомсахур, где там «Света, чем демократия». «Света, чем демократия» был объявлен Мишеком Саакашвили, правильно? Мы же это все на наших глазах происходило, да? Так что наказание за геноцид, наказание за геноцид, оно в том числе включает в себя право государства, которое осуществил геноцид, считать себя равными в отношении других демократических стран. Мы должны, во-первых, защитить наше будущее, наше сегодняшнее настоящее, наше будущее, будущее наших детей, наших потомков от повторения опять же этой ситуации. Первое, признание геноцидов со стороны России, это будет серьезным, серьезным шагом по обретению конечной военно-политической безопасности республики Южная Осетия. его народ. Потому что это будет весомым аргументом, правовым аргументом для нашего народа в противодействии в той исторической дуэли, которую мы ведем с идеологией грузинского фашизма. Спасибо. Изначально хотелось бы сказать, что мое участие в заседании на старшем круглого стола наверное обусловлено тем, что уже было и проанонсировано, что я занимаюсь этой темой, работаю над книгой во исполнение поручения этой комиссии по мемориализации жертв геноцида и так далее. Слава Богу, работа сегодня, буквально сегодня подошла к концу, там осталось иллюстративный материал добрать, какие-то технические. Думаю, что к концу года работа увидит свет. Наверное, и вам, уважаемые коллеги, собравшимся у экранов телевизора, будет интересно подчеркнуть из этой книги много для себя интересного. Я скажу, что работа начинается с цитирования Руслана Сулеймановича Бзарова, тут его книжка, книга есть, вот у коллег процитирую. «Пережившие события 19-го и 20-го столетий и все еще существующие южная ветвь остинского народа это настоящее чудо, пример сверхчеловеческой жизнестойкости, подвига исторического и культурного самоутверждения». Ну, по-моему, лучше не скажешь. И я позволил себе завершить работу опять же цитированием Бзарова. в конце привожу его цитату «Прощать истребление собственного народа тоже преступление, потому что оно провоцирует рецидив». Это то, что сказал Амиран «Абсолютно верно». Что касается по существу некоторых вопросов, то в ходе тут выступлений коллег было бы утверждать, что у нас есть достаточный архивный документальный материал. Я бы мог на эту тему немного поспорить. Дело в том, что достаточный в архивах позанимался в поисках источниковой базы для написания этой работы. Беда в том, что в наших архивах материалов до советского периода как такового нет. Кто там работал, наверное, знает. Советская власть у нас была установлена, как мы знаем, в 21-м году, в 20-м году этот самый геноцид свершился. Далее, что касается работы в грузинских архивах, подозревают, что там что-то можно найти по интересу высшим иностранным. Но опять-таки они уверены, почему? Потому что, и об этом опять же Руслан Сульманович пишет вот в этой самой книге, что намеренно уничтожались материалы и мессияками, и потом уже советской номенклатурой. хотя должен сказать, что даже если бы они были для Остинского исследователя, для нас с вами, например, было бы очень проблематично туда приехать по известным причинам. И, наконец, работая с фондами бывшего порта архива, ныне называется Центральный государственный архив социально-политической истории Российской Федерации, я обнаружил книгу почему-то в архиве не в фондах Ленинской библиотеки, а в архиве генерала Георгия Ивановича Квинитадзе. Напомню, именно Квинитадзе был командующим войсками, которые учинились здесь, в Южной Осетии, в генназии 20-го года. Они дюрели, как обычно, очень обычно полагают некоторые... Он был начальником штаба, да. А командующим был как раз таки Квинитадзе. Так вот, этот самый Квинитадзе, он в своих воспоминаниях, изданных в Париже, потом дочка или внучка перевели на русский язык, и вот таким образом эта книжка попала и в архивы. Он там указывает прямо, что при бегстве, при эмиграции лично Жордания забрал с собой весь архив. Не знаю, насколько это верно, может и верно, но в любом случае для нас они вне зоны нашей досягаемости. Может быть, по каким-то другим каналам поискать, выйти на французских коллег, или как-то, но я не уверен, что тот же Жордан не мог их сдать в архиве. Нет, нет, нет. Поэтому, к большому, к великому сожалению, мы лечились огромной части наших, значит, огромной части источников для подтверждения фактов или преступления геноцида. Тем не менее, должен сказать, что даже тот материал, который мы могли бы собрать, еще не полностью собран. Есть, значит, наготовник царства небесного покойного Ивана Никифоровича Цхавребова, где также собраны документы и материалы, которые он старательно в течение долгих лет собирал. В 1957 году они опубликованы, эти материалы под названием «Поработрудящих в Северной Осетии за советскую власть», потом переездом на эту книгу. Там много полезного. Далее, можно полистать периодику тех лет. Тоже много чего можно подчеркнуть. Они, кстати, также бережно хранятся в фондах нашего архива наушно-исследовательского института. Можно в конце концов с некоторой долей осторожности ссылаться и на воспоминания участников тех событий, которые зафиксированы их внуками, может быть, даже правнуками, как сейчас говорили коллеги до меня выступавшие. И еще можно будет сослаться на в конце концов на произведение наших классиков австинской литературы. Тот же Беджизата Чермен, тот же Харитон Флеев, тот же Хулато Сузыр Бритая, все есть. Ну, они все здесь приводятся. Все, что можно было оттуда взять, или сквозь огонь у Николая Гоглова. Это же он хронометраж вел, полминутно, полчаса. являющийся участником этих событий. Больше сам красный партизан приводит массу имен, описывает все эти военные операции, приводит даже пример того, как уже сдают, отступают наши от этого призских высот. раненый, один здесь у меня отмечен, сейчас не вспомню, как его взяли, боец раненый, отказался категорически отходить оттуда. Единственное, что он попросил, это побольше патронов. И отбивался до последнего, отбивался. И вот в этом состоянии его захватили грузины и растерзали его в клочья. Но я не знаю, вот этот подвиг нашел свое повторение 70 лет спустя вот этот бас-матч в этом же районе, кстати. А истории это обыкновение повторяться, мы в этом убеждаемся на опыте, на примере вот тех доблестных бойцов, которых называли то подстанцами, красными партизанами, то коммунарами, то еще как бы то ни было. Но в любом случае, возвращаясь к проблеме источников, это все нужно фиксировать. И в этом направлении, не соштите за нескромность, тоже проделана немало работы. И до сих пор продолжается эта работа. буквально еще вчера ко мне пришли тоже вот этот наш народный художник Габараев Борис из Хитагурова, он вспоминал, значит, что ему рассказывал отец и так далее. Это все как-то записано, фиксируем. Но, опять же, я говорю, с какой-то долей осторожности к этому надо относиться. документу оттажили на документ. Неважно. И в связи с этим хотелось бы сказать, что помимо пункта о составлении монументальной монографии по истории геноцида Ижна Хастин 20-го года, там значится еще один пункт. Это значит собрать воспоминания. Ну, как-то ни о ком ничего не хочу дурного сказать. смотрю, никто этим не занимается вопросом. Поэтому, походу, автоматически стал собрать и вот эти. Если у кого-то еще что-то есть, благодарность имплимам будет опубликовано. Теперь, что касается архивных материалов, я бы хотел сказать то, что работая в государственном архиве Российской Федерации, шло столкнуться с некоторыми трудностями. Как сейчас принято говорить, непреодолимыми проблемами. Дело в том, что многие документы уже рассекречены. Многие сейчас в стадии этого процесса. Но беда в том, что частично вот эти документы настолько пришли в ветхое состояние, выцвели, еле вот берешь руки и боишься, чтобы не рассыпался документ. А многие из них сняты на микрофильмы. И вот этот аппарат, тияскоп Ханешхона, он подсвечивается снизу мощной лампой и практически ничего не видно. Несмотря на то, что я запасы мощным, с большим разрешением фотоаппаратом переснимал, но, к сожалению, многие документы так и остались для нас неиспользованы. Далее, очень много документов в Телеграм, переписка Орджонкидзе с Чечерином, с Лениным, сталинский Телеграм и так далее, относящиеся к тому году, имеющие какое-то отношение к освещаемой нами теме, к сожалению, они не расшифрованы. Вот он на кадре и сплошной цифрой. Иди догадайся, о чем там. Поэтому я выражу осторожную надежду на то, что работа в этом направлении будет продолжена и может быть когда-то дополнена еще. Что касается некоторых фактов, тут Костол Георгиевич приводил по Эгровским делам, эта проблема тоже заинтересовала и в отношении этих 15 тысяч, которые там несколько месяцев скрывались и ели траву, мерзли в окопах в этих ямах и так далее. Их дальнейшая судьба не... Ну, я опять же не могу с исчерпывающей достоверностью сказать, но немного прояснилось то, что они были вызволены оттуда, может быть многие погибли конечно там, но переночевав в Хетагурове Цунара, потом они не без содействия, что это как это и не парадоксально, но это тоже мы с Муратом Кузьмичем обсуждали в Апрождеевом, нашли какое-то объяснение. Их сами же грузины выдавили потом за территорию Южной Осетии. Я могу сказать еще и то, что нигде в литературе я не встретил такого факта, что в зоне, в районе расположения Приса у грузин, у Меньшевской гвардии там был создан некий некое подобие накопителя, куда пленников собирали и потом Ховисбираста насильно пешком выдавливали. Вот это тоже есть этническая чистка как проявление преступления геноцида. И то, о чем Амиран Евгеньевич до начала еще говорил, вот эта самая переселенческая комиссия ужаснее ничего не придумаешь. Вы, наверное, знаете эти документы, они опубликованы. И читаешь, впадаешь буквально вступа как на государственном уровне, будь даже это трижды мещевики и фашисты, кто бы ни были, как они принимали вот такие решения. И плюс еще, если уж касаться этнической чистки, когда обратно уже термин такой был «водворять беженцев к местам поставленного прежнего проживания, господи, куда они должны были вернуться? Сплошные пепелища, ничего не осталось, никакой гуманитарной помощи не оказывалось, ни финансовой, ни скотинной, ничем. И вот их туда возвращали. И даже это мещевистскому правительству Жордания показалось слишком жирным для южных остин и измыслили, что выселить их в караязскую степь. Напомню, если кто не знает, что в годы советской власти караяз это был полигон для закавказского военного округа, где ползают вот эти скорпионы и так далее. Совершенно непригодны для дела. Что есть это, если не проявление геноцида и если это не есть этническая чистка? Ну, может быть немного отвлекся, хочу еще один вопрос осветить. Тут Роберт Петрович насчитал сколько 16 или сколько геноцидов. В соцсетях просто можно встретить пользователей некий Бадыла Будаты пишется, да, он насчитал 14 геноцидов, кто-то их считает, что у нас было три геноцида, и в этом случае я опять же выражу свою солидарность с коллегами и возьму на себя смелость утверждать, что геноцид был один. Но носил он перманентный характер. С той или иной степенью или долей активности где-то обретал военную форму прямую вооруженную администрацию, где-то ползучий или техий геноцид, где-то это культурный геноцид, то же самое вот сейчас мы говорили об этом отменов алфавита, когда уничтожали весь тираж остинской литературы в библиотеках, когда снимали все надписи на остинском языке, когда запретили в наших газетах публикают в 52-м году некролог на смерть Махарбек Сафаровича Туганова, несмотря на то, что газета правда напечатала этот некролог, вот это все тоже есть проявление геноцида, говорить, что в 50-х годах геноцида не было, я скажу единственное, что не знаю насколько я буду правиль или нет, что в отдельные годы геноцид просто облекался в некую более-менее благопристойную форму, возьмем уже после развенчания культа личности Сталина, когда ЦК КПСС принял целый ряд постановлений по работе грузинского ЦК КПСС посадили в трон первого секретаря ЦК КПСС Грузии Василий Павлович Жавнадзе и вот тогда как-то в какой-то степени началось здесь и жилищное строительство, дорожное строительство, промышленные предприятия, эмальпровод и тот же этот вибромашин и так далее, так далее, так далее, вот тогда этот период какой-то мы можем говорить о притуплении может быть вот как-то так завуалировано, да, но при первом же удобном случае геноцид Бульдаров полыхнул, националшавинизм и тому подобное. Вы знаете, когда говорится вот максимум документации должно быть, чтобы обосновать что-то, да, мы все историки знаем, что этого максимума, ну сколько должно быть по максимуму документов, 300, 1200, ну, да, может быть, но мы знаем, что архив действительно погиб в Жордане, эти документы показать бы не смог, потому что там поэтапно, пошагово было показано действительно целенаправленное уничтожение Юга Осетии. Ну, Коста Петрович прав в одном, те документы, которые имеются у нас на руках, они в правильной обработке, есть как раз таки та база, которую можно вложить вот в этот документ, в этот документ с обоснованиями вот всех этих пяти пунктов, потому что, ну, не может президент, ну, опять-таки приведу его речь в цитату, ну, не может президент на все обозрение сказать и обробнить такие фразы, не имея информации, раз он сказал и уже обосновывает, что есть геноцид, а ей было такое, то, естественно, он не имеет в расположении какую-то информацию, по-другому он это и не озвучил, а эта информация дается нами. И я так думаю, что вот если Коста Петрович прав в одном, что воспоминания, они нуждаются в доработке, их мало кто использует в чистом виде, но каждое воспоминание, если подтверждается какими-либо данными от прессы, теми же захоронениями, теми же перекрестным сличением каких-то других документов, то они тоже являются уже базой. Те же договора, которые были заключены между Грузией и Россией и прямое нарушение пунктов этих договоров в отношении остинского народа, то есть база есть. Другой вопрос, что действительно нам надо аккумулировать вот эту документацию, составить единую короткую справку, куда войдут не только количество жертв, но и вот так по пунктам нарушения всех прав по отношению к остинскому народу со стороны грузинского правительства. Они есть, они достаточны. Что касается вот правовой стороны обращения в Думу, то действительно они не могут читать наши книги полностью, ну не будут же этим они заниматься. цитирование Бзарова это тоже лишнее такое подтверждение, что эти документы есть, потому что не назвал бы он по другому книгу, которая издана в 2006, в каком году? 2009. В 2009 году. То есть есть потерял достаточный, просто надо грамотно к нему подойти, составить единую справку и направить уже единый документ, в котором будут обосновываться. Я единственное, что скажу, что необходимо, чтобы эта работа велась постоянно. Очень постоянно. Проблема в том, что то, что 20-е годы имеют очень важное значение, об этом еще в начале нашего национально-освободительного пути говорилось. И не даром Адам Монхас в 90-е годы уже публиковал, вот была декларация о геноциде 20-го года в Южной Осетии. 92-й год, по-моему. В 90-м году второй номер Адам Монхас газета. А, это газета. Вот. Очень интересный документ, я его не буду зачитывать, но я, поскольку мы все свидетели нашего вот этого движения, и я хочу сказать, что это имело очень большое значение для чего, прежде всего? Для того, чтобы показать истинное лицо Грузия перед мировым сообществом. Я уже не говорю просто о исторической правде, которая здесь была. И, к сожалению, потом, периодически, наши власти возвращались к этому, забывали, в 2006 году, потом еще в каком-то, в 2009, уже после августовской агрессии, даже, помните, суд был, кое-что делал. То есть, очень много хороших, вот эта книга, кстати, тогда тоже в этом порыве была подготовлена, сделана, и так далее. То есть, на самом деле, мы всегда занимались этим вопросом, только не было системы. Ну, надеюсь, что сегодня слова президента Путина заставят это привести в систему, и материал найдется, и, вообще, мне кажется, что здесь еще правоведов надо подключать, потому что здесь вот этот момент, на мой взгляд, пока вот сами, потому что историки вроде бы подключились, здесь работа идет достаточно качественно, общественные организации тоже сейчас подключаются к процессу уже чисто в публицистическом виде и так далее. В любом случае, в любом случае, работа идет, просто, может быть, она должна быть более, так сказать, расширена, более малыштабная, надо больше доверять общественно-политическим организациям, которые имеют все-таки какие-то определенные связи с другими странами, там, ну, какие-то другие уровни надо брать для того, чтобы вот всю эту информацию распространять. Теперь, что касается вообще геноцида самого, ну, здесь много всего интересного рассказали. Единственное, что хочу обратить, что Грузия никогда не прекращала свои геноцидные политики по отношению к Южной Осетии, даже тогда, когда она там заводы и фабрики строила. Если подумать, то все заводы и фабрики, которые строились, они не были рассчитаны на вот нашу природно-климатический моменты. То есть, они все были связаны именно с какой-то идеологией. Ну, слава Богу, что были, конечно, это все инфраструктура, рабочие места. Но я хочу обратить внимание на другой момент. В это же время шло очень серьезное обезлюживание сел. То есть, наше, так сказать, отрывание от традиционных хозяйств, от нашей вот истинной культуры и так далее, это тоже в этот момент шло. Поэтому, вот, за скрытым, так сказать, ублажением в виде каких-то заводов и фабрик, которые вот сегодня, ну, кто-нибудь сможет сегодня, чтобы фабрика белевого трикотажа заработала там или еще что-то. Она не заработает, потому что это невозможно. И так далее. Грузия на самом деле это геноцидное государство, которое ни на минуту не прекращало в разных формах своей политики по отношению к нашей стране, к нашему Южной Осетии. Правильно сказала Ирина Юрьевна, грузинское правительство ни на секунду, ни на год, ни на месяц не прекращало вот это целенаправленное уничтожение народа. И даже в рамках установления советской власти поступательного движения развития северной части Осетии и южной части разительно отличались друг от друга. Как и почему? Потому что у северной Осетии имелись возможности достигать, развиваться. У нас, к сожалению, они через грузинское правительство. Кстати, вот первое, на что я ссылаюсь, это ссылаюсь на вашу же статью. Вот первые у вас наработки были, где очень четко показано, что вся эта экономическая политика по отношению Юга Осетии, она была действительно направлена на то, чтобы выдавить этот народ, заглушить. Ну не может район, где не выращивается картошка, давать столько татон для потребностей Грузии. Не может, но мы давали, делали. Это была советская... Закупали на стороне, но и в дистанции. Вот так. Было такое. То, что наши излишки, все которые, даже не излишки, они собирали почти все, она отдавалась Грузии. Дай Бог памяти, 36-й год, отчет, обсуждение вот этих темпов, тоже указывалось в вашей статье. И поднимаются наши верхи и спрашивают, ну как, вы нам обещали выделить там 500 печатных листов, для того, чтобы мы могли печатать нашу же литературу на остинском языке для наших школ. Где они? Не выделено ни одного листа. Вы сказали, что будет выделяться там 2 рубля 40 копеек на нас, их даже нету, потому что выделяется только рубля 7 копеек. То есть вот такие моменты, они есть как раз такие документы, которые лишний раз подтверждают политику Грузии по уничтожению Осетин. То есть много, да? Ну есть. То есть даже из 8 документов можно составить ту базу, ту базу юридическую, которая необходима, мне так кажется, для обоснования вот этого геноцида. Вот Ирина Юрьевна тоже сказала, чтобы общественные организации активизировались на интернет-портале в этом отношении, чтобы донести до нашего населения вот те факты, документальные факты геноцида, чтобы народ понимал для себя, о чем мы говорим. Изначально наш разговор был, что даже, может быть, кто-то не понимает, а что такое геноцид. Сайт был геноцид. Сайт был. Сайт был. Сайт у Юры ПТВ. Все было, но вот я же говорю, у нас проблема в том, что мы ничего системно постоянно не можем делать. А то был прекрасный сайт, там много выставлялось, там все-таки в любом случае это все можно было дополнять. Сто лет геноциду при нашей жизни будет только один раз. Да. Это событие благодаря Владимиру Владимировичу Путину приобрело в международную повестку. Я все равно. Оно вышло за пределы Осетии. Даже за пределы Закавказья. И мы не можем это завершить. Поэтому мы должны воспользоваться этим моментом. Я думаю, что этот инструментарий у нас есть посредством российских институтов демократии, правовых институтов. Мы должны это донести до международного сообщества. Россия, конечно, прореагирует соответствующим образом. Но опять-таки мы должны вынести на более высокий уровень. Это уже вопрос времени и текущей ситуации. Это, наверное, будет следующая тема нашего... Да, первый круглый стол, посвященный геноциду, он будет системным сейчас, в данный момент, потому что очень хорошие предложения были получены от вас всех, очень хорошие. И мы будем вот так собирать и правоведов, и юристов, и следователей даже по геноциду даже 90-х и 8-го года, чтобы мы доносили до нашего населения ту работу, которая ведется в отношении того увековечивания 100-летия геноцида осетинского народа. Потому что если мы отмечаем эту, можно сказать, скорбную дату, мы должны просто принести на суд нашего народа, вот разложить все полностью, вот о чем мы и говорим. Потому что правильно Амиран сказал, если это ненаказуемо, оно будет иметь дальнейшие последствия в отношении того, что будет развиваться дальше. И вот это хорошо. Я просто хочу вам сказать большое спасибо.